Глава пятая книги Прока Иеремии Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалим. Хотя и говорят они, жив Господь, но клянуться ложно, о Господи, очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли, Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление, лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И сказал я сам в себе, это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет постерегать, подстерегать у городовых, кто выйдет из них, будет растерзан, ибо умножились преступления их, усилилось отступничество их. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни. Ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мною очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали, нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова Господня нет в них, над ними самими пусть это будет. Посему так говорит Господь Бог Саваоф. За то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их. Вот я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб, все они люди храбрые, и съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. И если вы скажете, за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай, так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудеи, говоря, выслушай это, народ глупый и неразумный. У которого есть глаза, они видят, у которого есть уши, они слышат. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок границу и морю, вечным пределам которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа сего сердце буйное и мятежное. Они отступили и пошли. И не сказали в сердце своем, убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, храни для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззаконие ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели, сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру возле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается в земле сей. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?